У каждого производителя есть автомобиль-амбиция. Они не пытаются на нем заработать, но хотят показать всю свою технологическую мощь. Сегодня мы как раз покатаемся на одном из таких. Это Volkswagen XL1. Эта капсула из будущего настоящий автомобиль и вовсе не концепт-кар. Двери, миксы, скрыльев чайки и гильотин, задние арки закрыты панелями, а сзади так вообще космический модуль для эвакуации. Мало кто знает про эту машину, хотя первый прототип экоавтомобиля появился еще в 2002 году под названием One Liter Car, то есть однолитровый автомобиль. Имя было продиктовано расходом топлива 1 литр на 100 километров. В Volkswagen XL1 уже третья и итоговая генерация автомобиля. Под капотом, а точнее в багажнике, здесь крошечный дизельный мотор объемом 0,8 литра, работающий в паре с 20-киловаттным электродвигателем. Своеобразный дизайн автомобиля объясняется не только тягой к будущему, но и аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления 0,18. Это лучший показатель среди всех серийных автомобилей в мире. Кроме того, Volkswagen рекордсмен по весу. Количество обычной стали снижено здесь на 30 процентов в основе сплава из сверхлегкого алюминия, карбон и магний. И хотя машина считается серийной, они выпустят около 250 экземпляров, внутри не покидает ощущение, что это все-таки прототип. Странные звуки, вибрация двигателя. Многие моменты как-то больше похожи все-таки на не окончательный автомобиль, а какой-то предсерийный. В угоду расходу топлива и низкому весу многие привычные в обычном автомобиле элементы сделаны совсем по-другому. Внутри здесь есть не только кондиционер, но и климат-контроль. Но почему-то воздуховоды выведены только слева и справа, поэтому внутри достаточно жарко. Слишком узкий, так и хочется сказать, фюзеляж. Кузов не позволил разместить на панели и воздуховоды, и дисплей, поэтому по центру охлаждения просто нет. Правда, если бы даже и позволял, эффекта наверняка не было. Источник тепла двигатель находится за спиной пассажиров. Зато с эргономикой все в порядке. Тут сверхнизкое потребление топлива никак не отразилось. Вы можете сесть в этот космический корабль и почувствовать себя дома. Все органы управления, все кнопки, все рычажки, все здесь на месте. Вы можете садиться и ехать. Единственное, к чему нужно привыкнуть, это зеркала зяньего вида, которые отсутствуют, и вместо них нужно смотреть на дисплей. И надо сказать, Volkswagen не постарались на славу. Дисплеи просто невероятные. Единственная сложность, которая возникает с ними, это если вам нужно посмотреть очень далеко, то, конечно, разрешения не хватает. Ну, если сравнивать с зеркалом. Но в целом все работает прекрасно. Они сами меняют экспозицию, подстраиваются под день, ночь и так далее. Интерьер – полная противоположность футуристичному экстерьеру. Компоновка и дизайн очень напоминают самый доступный Volkswagen App. И за исключением центральной консоли под карбон нет никаких намеков на автомобили с будущего. Надо ли говорить, что за кажущейся простотой скрывается инженерное чудо, и каждая запчасть внутреннего убранства весит не больше пушинки. Немцы говорят, что сделали так специально, мол, менять привычки водителя – слишком серьезная история, поэтому салон должен быть понятным и узнаваемым. В XL1 так оно и есть, причем некоторые решения уже заметно устарели. Это и монохромный дисплей бортового компьютера, который можно встретить разве что на бюджетных версиях Skoda, и низкое разрешение мультимедиа-экрана, у которого весьма скудный набор функций. Но правильнее сказать так – необходимый минимум есть, и радио послушать, и телефон подключить можно. Они даже не смогли разместить вторую подушку безопасности, просто не было места, и плюс она достаточно много весит, поэтому пришлось вместить пассажирское кресло так, чтобы в случае аварии пассажир просто не достал до панели приборов. Ну и плюс здесь не хватает места, чтобы поместиться двум взрослым людям в плечах, поэтому плечи пассажира находятся позади меня. Гениальное решение. Забавно, что за 111 тысяч евро здесь даже нет электростеклоподъемников. Маленькая крутилка открывает не менее маленькое окно. Больше по размеру просто не влезло в эти двери. И вы чувствуете себя пилотом какой-нибудь гоночной серии. Знаете, где такие маленькие окошки, чтобы переговариваться? Создатели применили здесь, пожалуй, самую важную, самую правильную схему. Они поставили дизельный двигатель очень маленького объема, 0,8 литра, два цилиндра всего лишь. Вместе с электромотором получился плагин-гибрид, который расходует невероятное количество топлива. Можно сказать, что он вообще его не расходует. Объем топливного бака всего лишь 10 литров. Мотор работает в паре с ненавистными многими ДСГ, тоже модернизированным и облегченным, конечно же, и работает прекрасно. И если, например, на BMW i8 заявленный расход всегда меньше реального, то здесь все похоже на правду. Мы постоянно останавливаемся, меняем камеры, меняем точки съемки, и средний расход составляет 2,3 литра. Это очень мало. Общий вес XL1 795 килограммов, а суммарная мощность моторов составляет 75 лошадей. При всем желании много не получится. Обычно все эти гибриды какие-то навороченные, вы не можете понять, что там включить. Режим B, режим E и так далее. Здесь все просто, вы садитесь и начинаете ехать. Опять же, если бы не экраны, внутри все выглядит, как на обычном Volkswagen. Режим движения только на электрической тяге включается отдельной кнопкой. Если батарея разряжена, то активировать его нельзя. Все просто. На экране выводится всякая полезная информация. Вот сейчас я вижу, что машина достаточно подзарядила батарею и перешла в режим электрического движения. Но стоит нажать на газ, и как двигатель сразу же заводится. Дизельный двигатель выдает всего лишь 40 лошадиных сил. И, конечно, по современным меркам это очень мало. Помощь от электромотора есть, но она настолько незначительная, что вы не почувствуете разницу. Правда, в режиме Boost машина может разгоняться до сотни за 10 секунд ровно, но без него 12,7. Результат, конечно, не впечатляющий, но неплохо для такого маленького автомобиля. К тому же XL1 имеет идеальную развесовку 50 на 50 и на минуточку задний привод. Поэтому при желании... Шутка, конечно, но ощущения все равно интересные. Есть еще один момент. Это очень жесткая подвеска. Не то, чтобы она прям была зубодробильная, но машина проходит неровности, некомфортно. Чувствуется, что она жесткая и легкая одновременно. А это не самое правильное сочетание для того, чтобы проходить неровности. Здесь нет усилителя рулевого управления, поэтому на маленьких скоростях руль крутится... Ну, если сказать тяжело, это не сказать ничего. На скорости ситуация улучшается, но не принципиально. Вы всегда будете ощущать потребность в избыточном усилии на баранке. Удивительно, но в Volkswagen не смогли сделать даже более-менее вменяемую шумоизоляцию. Ну, конечно, для такого автомобиля. Надо понимать, что они пытались сэкономить на весе на каждом элементе, поэтому всовывать сюда пену или какие-то шумоизоляционные материалы было достаточно тяжело. Странное ощущение. Двигатель постоянно то заводится, то глохнет. И когда он работает, такое впечатление, как будто сзади посадили собаку, которая просто рычит от недовольства. Ощущение на автобане от этого автомобиля гораздо лучше, чем на маленьких скоростях или в городе. Нет такого супертяжелого руля. Если не пытаться поставить скоростной рекорд, что в принципе невозможно, то XL1 неплохо себя ведет. Хотя, если бы меня спросили, готов ли я пожертвовать всем тем, к чему я привык, чтобы получить суперэкономичный автомобиль, я бы, наверное, сказал нет. В «Фольксвагене» на это и не обижаются. Они говорят, что делали машину для привлечения внимания к эко-теме, а вовсе не для массовых продаж. Будь таким же зеленым с расходом в один литр какой-нибудь «Гольф», так никто бы и не обратил на него внимания, даже если бы он стоил миллион евро. А тут мимо пройти просто невозможно. XL1 – уникальный автомобиль, но он настолько же футуристичен, насколько и неудобен. Но при этом первые сотни смельчаков, что осмелились купить его, можно только по-хорошему позавидовать, потому что XL1 обогнал время. Целевая аудитория «Фольксваген XL1», как говорят компьютерщики, настоящие гики и, по совместительству, очень обеспеченные люди. За 111 тысяч евро можно купить куда более практичные автомобили, но быть не таким, как все, и управлять моделью, которая уже через 10-15 лет будет лакомой добычей для коллекционеров, дорогого стоит. По традиции мы посчитали, во сколько обойдется первый год владения «Фольксваген XL1», хотя в данном случае все расчеты исключительно теоретические. Страховые компании, официальные дилеры – никто просто не знает про эту машину, а наши стандартные расчеты на самом деле здесь не работают. Итого 1 миллион 665 тысяч 139 рублей. Таким образом, один километр пути стоит 66 рублей и 61 копейку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова